привет ненаглядный мэй я вот уже наверное пятый раз пытаюсь переписать начало этого влога и не знаю о чем он вроде большую часть я там рассказываю про прическу но на самом деле тут есть история добра история про то как добро возвращается бумерангом и поэтому наверное этот влог я назову бумеранг добра да глупо но классно звучит бумеранг добра так вот ладно хорошие мои ненаглядные мэй хочу чтобы вы отдохнули просто и все расслабьтесь отдыхайте смотрите клёво получился влог я без тебя казах казах а в глазах скриптанину думал посвятила песню но оказалось нет все нормально маме я так вот я пришел к умному заключению что вот надо закрывать свои гештальки если вам что-то хочется вам надо закрывать свои гештальки вот если я смотрел stories одного человека он живет в индонезии и купился там ferrari я просто был на бали и когда я увидел что он купился ferrari ну блин нахрен там ferrari нужно ну как будто там даже не погоняешь бессмысленно но потом он сегодня говорит я каждый день когда сажусь в эту ferrari это скорее всего вор иди прави он говорит мне постоянно задают один и тот же вопрос про то что нафига тебе ferrari на нофера на этом на бале она там бесполезно он говорит ну каждый день когда я сажусь в нее я преисполняюсь просто счастьем типа каждую секунду пока я еду не я даже музыку не слушаю как ревит ревет мотор потому что я понимаю что я об этом мечтал с детства что я это моя просто супер супер главный там гешталь на ощупь и каждую секунду когда он сбить эту машину или находится мне он прям наполняется эмоциями счастья потому мы даже самое важное вообще надо самое лучшее к чему мы должны стремиться короче у меня такая же история про ковер я число я до полтора года за этим ковром не тоже охотился он когда вышел в икее ну ладно нахрен он мне нужен ну хорошо на верджил облой и в икее окей в итоге он подорожал почти вдвое этот ковер а время не успокаивало меня это я хочу я хочу и как только мы купили этот ковер положили вот здесь ну по крайней мере там первые месяца полтора пару месяцев лежит первые месяца полтора это просто ну каждый день когда я увидел каждый день когда я наступал не каждый день когда он попадал ко мне в разъем камеры я так был счастлив в общем к чему я не обманывайте себя это как вот история продолжения про кофты не обмануться если вы что-то хотите то добивайтесь этого и тогда вы будете испытывать какое-то маленькое такое счастье маленькое но такое нужное нам счастье о как я слышал тапком пукнул вот друзья привет я здесь в хлопковом раю и ну не это вот видите у нас лена купила хлопок федя напердел да да федя вот это у меня теперь новый вопрос я хочу поменять прическу видите я периодически начинаю носить на пробор я просто узнал что есть такая штука прическа не я понял что я после после басты когда он накрутился для вопроса ребром я понял что реально вот если накручусь я не хочу да это будет так кризис 30 я не понимаю как это прическа она вот но она как будто тебе реально 18 в общем я теперь хочу себе чуть-чуть отрастить челку называется штора прическа шторы карты вот такая такая тема но для этого надо мне быть здесь вот здесь по длине а для этого до терпения а терпение всегда хватает короче а может как растет я пойму что такая штора подчеркивает мой овал лица он у меня круглые это будет еще больше акцента надо короче подстричься ну просто под 3 миллиметра и челку оставить как у роналда в общем чё по прическам думаете расскажите мне какие сейчас самые нормальные актуальные прически тут я еще не думал про бумеранг добра скоро все вы все узнаете но тут я просто пошел постричься на тульской в твелл барбершоп к своему другу лёве только ему я сейчас доверяю свою голову вот рассказал на что хочу он сказал ну это надо отращивать еще волосы игру а ну тогда чего он гать ну тогда чё и все зато повидались ну что я постричься то прическа который я хочу она еще пока не получается потому что нужно вот эти волосы растить подлиннее но посмотрим как я пойду пошатаюсь по тульски а между тем в москве как это второй день абсолютно стране непогода и это испытание для моих кроссовочек потом я пошел прогуляться потому что ждал такси а такси из-за дождя не переезжает быстро долго постоянно пробочки вот я зашел в торговый центр и подумал надо пойти в книжный потому что я обожаю в книжных находиться обожаю в принципе покупать книги но не так обожаю их читать как покупать в итоге я посмотрел много книг и купил два вот таких яйца для васьки она была бесконечно рада лифта новости как всегда сейчас поеду встретиться с мужчинами с которыми давно хотел встретиться хочу хапнуть опыта я сейчас когда все проговорил в голове потом подумал что я сказал я хочу сегодня встретиться с ребятами которые делают одежду делают ее много и круто чтобы у них узнать как делать свою одежду еще больше и еще круче странно звучало что я хочу встретиться с мужчинами из которых давно хотел встретиться чтобы хапнуть опыт я поехал на встречу но сначала встретил девчонок вот они качались у дороги лена была одета как че гевара а вася просто качалась на качельках и ничто не предвещало того что произойдет хотя я мог бы задуматься потому что такси сразу привез меня не туда и высадил меня в каких-то закоулках куда меня привезли я не знаю куда но я посмотрел по карте меня привезли в десяти минутах ходьбы от того места где можно встретиться погулялись посмотрю москву я сделал вывод другой я подумал какая прекрасная ошибка таксиста у меня высадил в закоулке я щас пойду прогуляюсь песочком по центру города это китай город я люблю эту станцию кайф я вышел только вышел из этого закоулку как мне сразу в спину начали брат братишка братан слышь постой братан у меня остановился думаю ну мало ли что-то важное вот имея люди в пальто такие нормальные ну лица такие с вопросом но пальто были зато вот говорят мы прилетели с петерзаводска нас ограбили и нам нужны деньги на обратный билет я подумал какое классное совпадение у меня я с собой на лишнее никогда не ношу а тут взял с собой 500 рублей я так хотел их обрадовать я прям эту пятихатку достаю им даю пацаны ну понимаешь это разводняк но все равно на тебе типа порадуйтесь вот вам 500 рублей и якобы ты этой пятихаткой открыл портал в быдло ворлд люди просто населены меня сразу начали слыша добавь на весь билет давай ты скажи свой номер телефона мы тебе сейчас короче вот свое кольцо какой-то там карте типа у них дадим или airpods и ты переведешь за не всю сумму а мы потом тебя дадим еще слышь да еще слышь дай деньги слышь переведи и они просто увязались за но я дошел уже до ресторана я должен был встречаться зашел на ступеньке этого ресторана они могли слышь по и сюда слышь ты пойди сюда игр пацаны очень серьезно что ли ребята вы чё серьезно я так хотел сделать вам приятно а вы просто начали на меня наседать и бодловать я такой и так расстроился я так хотел сделать парням приятно а они вон какие оказались но это был бумеранг добра который я запустил и думал что все все напрасно но он вернулся моментально потому что я зашел в кафе а там выступал чек я раньше слышал его рэп а теперь он поет лоу фай хип-хоп блюз делает невероятно красивый плюс я встретился с человеком с которым я хотел искал встречу уже там где-то полгода и я с ним сидел разговаривал под аккомпанемент чека и самое главное друзья я поворачиваю голову в сторону бара а там стоит мой давний знакомый и человек с кем общаемся уже там два года он прилетел из израиля и он в этом ресторане тоже вы представляете мой уровень радости я встретил всех нафиг тут вообще просто неожиданно нафиг всех тут встретил я был счастлив я знаете как и песик который вот когда хозяин возвращается домой и он прыгает 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 настолько радостно прыгаешь аж описался вот это прям был я в тот вечер у вас фантастический вечер так если не хотел помочь людям которые сейчас произошла дурацкая ситуация я хотел сказать что я смотрю марину могилку с марину могилка и или могилку марину просто короче и она мне кажется входит в топ-3 людей которые меня вдохновляют на последние года полтора как контент-мейкер вот нравится что она излучает классно я задумался думаю сейчас надо про это сказать минус жизни с женщинами которым за 30 периодически пропадали в общем я подумал могилка или могилку и начал в ютюбе искать интервью с ней дошло видео где девушка облачает марину в том что она инфо-цыган и она еще и так веню жестко обтирает какие они инфо-цыган и скажи мне ну знаешь у каждого есть твое мнение придерживайся его продолжай так думать дальше спасибо ну вот разобрались марина уважаю слабо уважаю обожаю ты чё слабо поезжай честь дай я скажу дай я скажу марине марина уважаю обожаю не слушай никого так насчет меня прическа графа дракулы и через минут двадцать-тридцать я поеду по делам связанные с производством одежды прикиньте не буду рассказывать все в общем покажу пытаюсь разработать толстовку мечты посмотрим насколько я приблизился к этому ненаглядные мои вы наверное уже догадались что я подумываю о производстве одежды у меня есть такая мечта но это даже не мечта скорее это прям вот хобби который меня отвлекает от всех моих дел и когда я там занимаюсь разработкой я чувствую себя абсолютно счастливым когда вижу знаете именно сэмплы образцы дизайна и я прям преисполняюсь по-настоящему и это мне кажется не важно не важно даже сейчас данный момент финальная цель а важен процесс потому что если вам что-то приносит удовольствие настолько насколько производство одежды мне занимайтесь этим просто наслаждайтесь этой жизни на максимум очень круто посмотрел образцы на очень близко к тому что я хотел и держал в голове самое тяжелое для меня как не профессионала как для человека который ему нравится идея сделать для себя одежду это вытащить из головы и отдать понимание людям вот что надо использовать надо быть профессионалом надо опыт иметь а у меня его нет поэтому наугад тыкаю но вроде получается вот смотрите а тут веду катифест да дизайн и архитектура это то что меня впечатляют с возрастом все больше и больше вот поэтому если хотите меня порадовать то подарите мне вот такой стадион или какой-нибудь без углов дом я обожаю все это я шучу конечно просто просто наслаждаться этим люблю не люблю там античные статуи а люблю вот такие здания знаете современные какие-то красивые ёшки кошки чуть не сбили блин вообще блин эти типы нам она этих на великах такие опасные вообще нам она этих да вот еще один здравствуйте здравствуйте доставка где мой гуляш надо чебуреки развозить чебуреки смотри у нее она открывает куртку они у нее бесят знаешь такие когда запрещеночка нету ничего ну все раскрыли я три звезды поставлю все тебе капец побежим чего ничего я говорю все хорошо спасибо да всем привет с вами сегодня я Денис кукаяка и со мной ни кого подписывайтесь еще знаете что это такое это Вася мне делал массаж после того как поел шоколад пока мамы нет дома мы сделали Васе косичку Вась покажи папа покажи косичку я хочу на красные губки прям очень красивые накрасить губы да очень сильной помадой сильной прям она такая очень темная она такая красивая бери скорей ну-ка одну не стопку одну не хочешь? все съем к нам в гости приехала Юля это Юля уже можно назвать нашим семейным фотографом потому что она единственная кто фоткает нас в полном составе она вот фоткала три года назад в Дубае и вот три года спустя она в нашем доме нас фоткает точнее в кофейне фотки потом покажу обязательно что это? и это откуда еще? что это за точка? где этот комар? кто у нас? у нас комары появились? что это за прикол? откуда это? что я за этот? лил узеверт с алиэкспресса мистический вечер появляются алмазы во лбу и влага на тузу что это? иди один у меня тут вообще вещь вон происшествий полно все я теперь буду здесь жить ну что же ненаглядные мои влог заканчивается под дождь вот точнее под аккомпанемент дождя в москве наступили проливные какие-то дожди пару дней шли ну а сейчас уже солнце уже классно погода уже суперская вот не переживайте надеюсь вам понравился этот влог и главная мысль которая в нем осталась это не бойтесь делать добрые вещи добрые поступки главное делать это искренне то есть не с целью чтобы вас попросили а вот как на примере с китай городом я очень хотел сделать людям приятно и в итоге хоть это и не удалось им сделать но мой мой заряд был настолько мощный что это добро моментально же вернулось ко мне в троекратном размере пусть и вам ненаглядные мои ваше добро возвращается в троекратном размере все то добро которое вы дарите нам ну моей семье вот то что я его вижу ощущаю это круто спасибо вам большое надеюсь вам понравился этот влог вы отдохнули счастливы сейчас с легкой улыбочкой сидите если не улыбайтесь то вот прямо сейчас улыбнитесь давайте улыбаемся улыбаемся ну и все хорошего вам дня и до следующего воскресенья пока